Турнир «Кожаный мяч» впервые прошел в 1964 году. За победу боролись около 170 тысяч команд и почти 3 миллиона юных футболистов со всего СССР. Первым чемпионом стала команда «Чайка» из Минска. С тех пор турнир стал регулярным и проводится каждый год без исключения. Активное участие в нем принимает и Саров. В этом году за победу борются несколько команд. «Заявились участвовать команды школ 13, 16, 17, 11, 12, лицей 3 и клуб с центром внешкольной работы. Самые маленькие – это 12-й, 13-й год, средний – 10-й, 11-й и старший – 8-й, 9-й год». Начался «Кожаный мяч» 2023 в Сарове с матчем между командами 13-й и 16-й школы. Практически сразу синие захватили преимущество и за первый тайм отправили в ворот соперник 7 голов. В ответ 13-й школа не получила ни одного мяча. Та же история повторилась и во втором тайме. Просто игроки в команде хорошие, отдают передачи, с которых просто невозможно промахнуться. В 16-й школе есть хороший нападающий, у которого хороший корпус. Он может обвести игроков и сможет, в принципе, забить. Но у нас просто в защите стоит игрок, который ходит на футбол, Климов Саша. Но он вообще непроходимый защитник. Главная цель «Кожаного мяча» – популяризация спорта среди детей и молодежи. И если в советские времена в футбол играли практически в каждом дворе, и ребята в любую свободную минутку шли с друзьями на улицу, то сегодня гаджеты захватили все внимание детей. Усилия организаторов турнира направлены на то, чтобы вытащить их из онлайна и показать, как можно с пользой и приятно провести время. В спорте развиваются такие качества, как выносливость, сила, быстрота, быстрота реакции. Все это в жизни пригодится. Ну и, конечно, здоровое питание, здоровый образ жизни. Все это способствует в дальнейшем и для учебы, и для работы. Команда-победитель в каждой возрастной группе поедет на областные соревнования. Они пройдут в мае в Арзамасе. Екатерина Пенова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24.